мы уже делали опыт с ультразвуком в некоторых наших роликах а сегодня мы расскажем о том как работают ультразвуковые генераторы которые мы при этом использовали вот этот генератор мы сделали своими руками его основу составляет ферритовый стержень длиной 20 сантиметров этот стержень мы уже использовали в ролике про магнитострикцию но там мы в нем возбуждали поперечные колебания а этот генератор который вы видите предназначен для возбуждения продольных колебаний самая нижняя продольная мода колебания этого ферритового стержня полуволновая при этом середина стержня неподвижно а концы колеблются навстречу друг другу и частота этой моды составляет 14 килогерц это еще не ультразвук но весьма высокий звук уже с трудом слышимый нашим ухом мы будем также возбуждать в этом стержне и третью моду его колебаний с тремя узлами на утроенной частоте 42 килогерца стержень помещается в трубку так что он касается и стенок только в своей середине а колебания стержня будут возбуждаться намотанный на трубку катушкой по которой мы будем пропускать переменный электрический ток а еще увидите здесь два постоянных магнита и сейчас мы поговорим о том зачем они нужны допустим что мы пропускаем по катушке переменный электрический ток что при этом будет происходить с длиной ферритового стержня при увеличении внешнего магнитного поля стержень становится короче независимо от направления поля и если электрический ток колеблется с частотой f то длина стержня будет колебаться с удвоенной частотой 2 f чтобы частоты совпадали стержень подмагничивает постоянными магнитами и его длина сразу же сокращается если поле катушки совпадает по направлению с полем постоянного магнита стержень становится еще короче а если эти поля противонаправлены длина стержня увеличивается так что теперь мы видим что стержень колеблется с частотой f а теперь мы запитаем наш генератор от станции паска и сделаем ряд опытов описанных в книжке валерия виргельмовича майра простые опыты с ультразвуком запитаем нашу установку на частоте первой гармоники стержня то есть 14 килогерц это еще не ультразвук но звук очень высокий его слышно плохо и есть несколько способов проверить что все работает ну во первых можно потрогать конец стержня пальцем и он на ощупь такой как бы мыльный можно положить на конец стержня бритвочку она начинает жужжать а если ее отпустить она немедленно падает а еще один очень красивый опыт такой возьмем воду будем ее капать потихоньку на конец она немедленно взрывается и разлетается мелкими каплями от того что конец стержня ударяет по воде с частотой 14000 раз в секунду еще одном опыте наденем на стержень вибратора стеклянную трубку внутрь положим стальную гайку а теперь включим генератор и гайка запрыгала причем прыжки происходят все время на разные высоты в зависимости от того в какой фазе происходит удар и это такой красивый эксперимент по нелинейной динамике а теперь сделаем еще один очень любопытный опыт для этого мы обмотали верхнюю часть стержня ободком из изоленты теперь нальем туда воды и опустим в эту воду капилляр она поднялась почти незаметно теперь включим установку и вода начала подниматься вверх если найти правильное положение то этот подъем может оказаться довольно высоким в несколько сантиметров видно что внутри капилляра происходят сложные процессы дрожат пузырьки есть какие-то струи ну это явление предложено в этом году участвует исследовать участникам турнира юных физиков пусть они с ним разбираются о магнитострикционных излучателях ультразвука мы поговорили уже достаточно а теперь надо поговорить и о пьезоэлектрических излучателях вот этот маленький излучатель мы уже использовали в ряде наших фильмов например фильме про акустическую левитацию а теперь нам надо подробнее поговорить о том как такое устройство работает пьезоэлемент уже исходно состоит из отдельных наэлектризованных доменов и в этом смысле похож на ферромагнетик на его противоположных сторонах делаются металлические обкладки к ним прикладывается высокое напряжение и домены разворачиваются по направлению поля напряжение снимается а пьезоэлемент остается наэлектризованным и теперь он готов к работе если к оплаткам предложить переменное напряжение пьезоэлемент будет сжиматься и растягиваться с частотой этого напряжения и его можно использовать как источник ультразвука и наоборот если его сжимать и растягивать вдоль оси электризации между обкладками будет возникать переменно электрическое напряжение а значит пизоэлемент можно использовать и как приемник ультразвука и вот этот датчик расстояния который входит в комплект нашей станции паска как раз работает и как передатчик и как приемник ультразвука в качестве передатчика он формирует короткий цук волн на частоте 45 килогерц этот цук отражается от предмета возвращается обратно принимается и зная скорость звука и время между отправкой сигнала его приемом можно посчитать расстояние до предмета ну а теперь мы с помощью нескольких передатчиков и приемников ультразвука измерим скорость звука этот прибор будет работать как передатчик посылать короткий цук который дойдет сначала до первого приемника а потом до второго удаленного на 50 сантиметров от первого и по времени прохождения между двумя приемниками мы сделаем свой расчет синим здесь изображен сигнал от первого датчика оранжевым от второго измеряем время между соответственными пиками и делим расстояние в 50 сантиметров на это время получаем скорость 347 метров в секунду с точностью плюс минус 2 метра в секунду и убеждаемся по таблице что температуре в 26 градусов цельсия соответствует именно такая скорость звука ну и наконец финальный вопрос и в этот раз он будет таким когда мы работали с магнитострикционным генератором на частоте в 14 килогерц и это звук который я своими ушами слышу довольно плохо я представлял концу стержня бритвочку она звенела и этот звук я слышал хорошо как же так получалось ваше соображение на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на youtube